Друзья мои, приветствую всех! Поздравляю каждого, кто внёс свою лепту в борьбу с законопроектами о QR-кодах на транспорте, общественных местах, кафе, ресторанах, продовольственных магазинах и прочих. Это ещё не победа, это всего лишь выигранное время, которым нужно грамотно воспользоваться. Значит, законопроекты отправлены в регионы для обсуждения. Мы с вами прекрасно понимаем, что мэры, губернаторы, депутаты в регионах, у которых будут спрашивать, в большинстве своём от Единой России. Позицию их партии мы с вами прекрасно понимаем, но спрашивать у них будут не их личное мнение. Спрашивать у них будут, какой общественный резонанс поднялся в том или ином регионе относительно этой проблемы. Поэтому, если вы против QR-кодов на транспорте, в общественных местах, если вы против вот этого вот разделения, обязательно прямо сейчас напишите небольшой текст. Особенно, если вы голосовали за депутата, единоросса, мэра или губернатора, прямо так и пишите. Я поддержал вашу кандидатуру, я выбрал вас для того, чтобы вы отстаивали мои права. И вы отстаивайте, пожалуйста, мои права. Не допустите ни в коем случае введение принятия вот этих вот законопроектах о QR-кодах. И вот этот вот текст небольшой, либо можете найти на множестве ресурсов, подготавливают там целые юридические письма, но даже вот этого текста достаточно. И этот текст вы пишете. Первое. Если это крупный город, такой как Москва, например, то у нас здесь есть Московская городская дума. То есть, если это такого уровня город, то пишите своему избранному депутату. Если это, например, город Московской области, то там есть областная дума. Вот, соответственно, пишите депутату областной думы. Значит, если это, опять же, такого уровня город, как Москва, то пишите мэру. Если есть губернатор, то пишите губернатору. Депутату Государственной думы, выбранному от вашего региона. Сенатору Совета Федерации, направленному от вашего региона. Ну и, конечно же, президенту Российской Федерации. Именно количество обращений, поступивших от вас, и будет учитываться при принятии этого законопроекта. Если все и каждый из нас с вами потрудится, если все, кто реально против сегодня в стране таких законопроектов, таких мер, напишут обращения, то эти законопроекты будут отложены, от них откажутся. И вот в этом наша с вами цель. Поэтому прямо сейчас, после просмотра этого ролика, пожалуйста, зайдите на сайты перечисленных организаций и напишите им обращение от себя. Перешлите своим друзьям, знакомым, родным, каждый. Понимаете, сейчас не время говорить о том, что да ладно, кто-нибудь сделает. Если каждый подумает, что да ладно, да это как бы кто-нибудь сделает, тогда у нас с вами ничего не получится. А вот если каждый потрудится, тогда мы с вами не допустим введения на законодательном уровне вот таких вот мер. И правительство будет вынуждено бороться с пандемией реальными мерами. Восстанавливать больницы, которые не закрыли своей оптимизацией. Возвращать тех врачей, которых они уволили этой самой оптимизацией. Пусть говорят по телевидению во всех передачах о том, как нужно профилактировать болезнь. Всю жизнь, во все времена. Самым главным была профилактика. Сегодня вы слышали об этом? Кто бы вам говорил о том, как нужно повышать иммунитет, чтобы он просто не болел? Об этом даже речи не идёт. Почему? Если у нас такие выдающиеся есть специалисты, которые могут создать что-то лучшее в мире, ну так пусть создадут лучшее в мире лекарство, чтобы если человек заболел, вот тогда он принял и быстро поправился. Вот пусть чем занимаются. А не мерами по разделению общества, по контролю, каким-то вот QR-кодом, разделению, ущемлению прав. Это, на мой личный взгляд, не имеет никакого отношения к борьбе с пандемией. В общем, друзья, каждый, пожалуйста, кто против таких мер, давайте вместе сплотимся и потрудимся. Вместе победим!